Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Не только приумножать, но и сохранять. Наряду со строительством новых объектов в Сочи ремонтируют спортшколу Напоярка и Виллу Вера. Бомбил – все равно выявят. Сочинские таксисты обратились за помощью к общественному движению «Стоп-нелегал». В Сочи провели новый коллектор от несанкционированного сброса канализации. Избавлен целый район – Гуртоп. Детская забава переросла в профессиональный спорт. Сразу два турнира по авиамоделизму прошли в Сочи. Почти 15 миллионов тонн зерновых и риса собрали на Кубани в этом году. Тех, чьим трудом был получен этот урожай, чествовали в Краснодаре. Наглядный пример того, как развивается агропромышленный комплекс Кубани – средняя урожайность пшеницы. Сейчас в некоторых хозяйствах этот показатель достигает 90 центнеров с гектара. Еще лет 40 назад это казалось недостижимой цифрой. Тех, чьим трудом был получен нынешний урожай, поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На праздник приехали больше трех тысяч человек. Мы с вами впервые вот так все вместе празднуем день урожая осенью, когда на полях пшеничных, рисовых, овощных, виноградных уже завершена уборка. И это правильно, потому что вы единая большая аграрная семья, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей великой России. Низкий вам за это поклон. Первые слова благодарности, конечно, хочу сказать нашим хлеборобам. Битву за хлеб этого года вы снова достойно выиграли. Наш каравай хлеба составляет 10 миллионов 364 тысячи тонн. Это снова рекорд с праздником, с днем большого нашего урожая. АПЛОДИСМЕНТЫ Бытует такое мнение, что на Кубани растет все. Вот к ней оглоблю вырастет телега. Она действительно вырастет, если эту оглоблю поливать потом. Потому что тот урожай, который есть, те результаты, которые мы имеем, это плод повседневного труда. Каждый из вас достоин того, чтобы о нем не просто рассказывать, а книги писать. Искренне, от всей души поздравляю всех тружеников Кубани с этим замечательным праздником. Те, кто ежедневно пахал в полях, собрали с полей почти 15 миллионов тонн зерновых и риса. Впервые в этом году в промышленных объемах получена пшеница второго класса, одного из самых ценных сортов. Заслуженные благодарности звучат не только в адрес хлеборобов, но и тех, кто выращивает виноград, овощи и фрукты. К примеру, половину всего винограда в России получают именно на Кубани. Вы вносите весомый вклад, который сложно переоценить в экономику нашего региона. И благодаря вам, сельское хозяйство, ведущая отрасль экономики нашего края. На агропромышленный комплекс приходится самый большой объем инвестиций. Общий объем господдержки в этом году составил 6 миллиардов рублей. Конечно, выгодно сегодня заниматься сельским хозяйством. Для меня самый главный приоритет, чтобы было выгодно вам, труженикам. Чтобы росло качество жизни на селе, а в ваших семьях был всегда достаток. Вопросы агропромышленного комплекса и социального развития села находятся в центре внимания депутатов законодательного собрания Краснодарского края. И я гарантирую, что такой подход и такая работа будет продолжена. Передовиков производства наградили памятными дипломами. А комбайнеры, которые намолотили больше всех зерна, из рук главы региона получили ключи от новых автомобилей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Дом офицеров передают в Театр Защитника Отечества на реконструкцию. Здание выделят почти 130 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края. О необходимости создания Театра Защитника Отечества Вениамин Кондратьев говорил еще в мае прошлого года. Долгое время в здании дома офицеров находились различные секции и студии. Но сейчас помещению требуется капитальный ремонт. Деньги на реконструкцию с краевого бюджета направят уже к следующем году. Не только приумножать, но и сохранять. В Сочи наряду со строительством новых объектов спорта и образования ремонтируют исторические объекты курорта. Среди них спортшкола на улице Паярка и Центр дополнительного образования Центрального района, больше известный как Вилла Вера. Расскажет Ольга Десятого. Я рисую кошку, велосипед. Это была моя мечта, чтобы я вышла на улицу, увидела большой дуб. Свои мечты и фантазии Илларион и Маша воплощают на бумаге. Брат с сестрой помимо рисования в Вилле Вера бесплатно занимаются гончарным делом, ходят на рукопашный бой, английский и музыку. Они из многодетной семьи. Их старшие братья и сестры тоже в свое время учились здесь. Дворец пионеров давал возможность старшим детям получать фундаментальные знания. И после школы они сразу же бежали сюда. И сейчас я очень рада и очень признательна, что у меня младшие дети третьей и четвертой поколения тоже занимаются Вилла Вера. Родным местом Центр ДОП-образования стал и для Михаила Познякова. В Вилле Вера он уже 4 года постигает азы журналистики. Безусловно, всем учащимся Центра очень приятно, что мы занимаемся в историческом здании. Это дача Костарева, имеет прямое отношение к истории нашего города, к его архитектуре. И нам приятно, что мы таким образом прямо во время занятий прикасаемся к истории нашего родного города. Сложно даже представить, сколько человек спускалось и поднималось по этой лестнице. Вилла Вера – здание 1910 года постройки. В разные годы здесь располагались имение городского старосты, революционный комитет, дом отдыха, санаторий, госпиталь, дом пионеров. Сегодня памятник истории и культуры покрыли строительные леса. Здесь начался масштабный ремонт. Самое ценное, наконец, перестилают кровлю. Впервые капитально. Когда будут окончены работы, главе Сочи Анатолию Пахомову в ходе протокольной встречи рассказал его заместитель по строительству. На Виллу Вера подрядчик приступил к работе. На сегодняшний день уже там работы ведутся полным ходом. Вопрос, есть там несколько вопросов. Это же у нас объект культурного наследия. И там имеются некоторые тонкости, согласован параллельно с департаментом, с краевым. Там переходящий контракт, он, конечно, на 2018 год. В следующем году закончится ремонт спортшколы с бассейном на улице Паярка. На эти цели было выделено более 100 миллионов рублей. Ремонт там много лет ждали более 700 спортсменов, которые здесь тренируются. Ну а пока помещение заняли строители. А юные пловцы до окончания большого ремонта временно переехали в бассейн на юных ленинцев. Готовьтесь уже на следующий год ремонтировать спортивную школу и плавательный бассейн на юных ленинцев. Там тоже пора это делать, потому что бассейны очень востребованы. Морской город, тем не менее, много желающих детей заниматься плаванием. Поэтому нам надо это обязательно сделать. Как отметил Анатолий Пахомов, в Сочи сегодня акцент сделан не только на строительство новых образовательных и спортивных школ. Крайне важно сохранить те объекты, которые сегодня уже имеют для курорта историческую ценность. В Сочи до вторника включительно ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалистым усилением ветра. Возрастает риск схода селей. Как рассказал сегодня Вениамин Кондратьев журналистам, в Олимпийской столице объявлен режим повышенной готовности. А специалисты постоянно следят за ситуацией. Более тысячи человек круглосуточно проводят мониторинг микрорайонов и поселков Сочи, в том числе и горных рек. Цитата. «Из-за возникшей ситуации в город направлены спасатели, полиция, пожарные. Подчеркну, что о чрезвычайной ситуации говорить рано есть лишь локальные подтопления, которые находятся на постоянном контроле у служб, находящихся на круглосуточном дежурстве. Также на больших горных реках Сочи установлены 48 датчиков, которые дают информацию об уровне воды и находятся под наблюдением у спасателей. В случае критической ситуации будут включены сирены и будет проведена эвакуация». Конец цитаты. В Сочи завершено строительство нового коллектора. Таким образом, от несанкционированного сброса канализации избавлен целый район Гортоп. Нерабочую магистральную канализационную линию в районе улицы Виноградной обнаружила городская мониторинговая группа. Заменой километровой трубы занялась администрация города. Сами же собственники коллектора, руководство санатория Сочи, принять участие в ремонте отказались. А вот разрешение на подключение к своему коллектору застройщикам жилых домов давали. В итоге не только дома целого микрорайона, но и многочисленные организации, в том числе автомойки и металлобазы, сбрасывали стоки в этот коллектор. Глава Сочи провел совещание с руководителями этих предприятий и настоятельно попросил подключиться теперь к ремонту. Около километра построен новый коллектор с устройством различных лотков, трубопроводов, из которого порядка 350 метров было выполнено только путем так называемых проколов. Это очень дорогостоящая операция, очень такая объемная, очень кропотливая. И спасибо большое, собственно говоря, и работникам этих организаций, которые принимали участие в этом. Работы по восстановлению велись круглосуточно. Изношенным оказался не только коллектор. Разрушены были и колодцы. На сегодняшний день строители произвели переврезку основной магистрали в новую построенную ветку. Теперь стоки, как и положено, попадают в очистные сооружения. Сброс хосфекальных вод по вине недобросовестных организаций, которые не следят за своим имуществом, случай не единичный. И выявляют их мониторинговые группы ежедневно. Хочу сказать, что и обратиться к гражданам. Если они знают, где у них идут, где есть неисправные коллекторы канализационные, сообщать в администрацию города. Ну, телефоны все есть в оперативно-диспетчерскую службу. И мы, конечно, будем предпринимать меры для того, чтобы устранять вот эти вот отрицательные моменты. Напомню, работа по пресечению сброса неочищенных стоков началась в Сочи в 2015 году. За это время выявлено более 13 тысяч объектов нарушителей. На 12 тысячах недочеты уже устранены. ДТП с участием свадебного кортежа произошло в минувшую субботу в Лао. В машину гостей врезался автомобиль со встречной полосы. Инцидент произошел в поселке Лао, как сообщают очевидцы. На одном из городских интернет-порталов на встречу свадебному кортежу на встречную полосу вылетел мужчина на белой семерке. Не справившись с управлением, владелец автомобиля врезался в приору, на которой ехали гости свадьбы. Позже выяснилось, что лихач на вазе уходил от погони ДПС. При задержании, по сообщениям очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и оказывал сопротивление. В Сочи задержан мужчина, устроивший дебош в квартире соседки. Как выяснилось, 41-летний уроженец Кемеровской области зашел в квартиру своей соседки, закрыл дверь и начал выкрикивать угрозы в ее адрес. Девушке удалось выбежать и вызвать полицию. Тогда мужчина закрылся в чужой квартире и зачем-то начал наносить себе порезы ножом. Сотрудники полиции, вступив с ним в переговоры, попытались выяснить его намерения, однако мужчина вел себя неадекватно. Предварительно он находился в состоянии опьянения. Иди ко мне, иди, не усугубляй положение, иди сюда. Однако добиться, чтобы мужчина сам вышел и сдался, не удалось. Пришлось взламывать дверь. С помощью сотрудников ОМОН мужчина был обезврежен и задержан. Сейчас выясняются причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Жительница Сочи разбилась на дельтаплане в Адыгее. Это произошло вечером в субботу. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте сейчас проводится проверка. В хуторе Причетовки Майковского района республики Адыгея потерпел крушение мото-дельтаплан, в котором находились мужчина и женщина. Как было установлено следствием, женщина 96-го года рождения, жительница города Сочи. В результате крушения они погибли. Как сообщается, молодая женщина приехала на экскурсию со своим приятелем. Мужчина прокатился на дельтаплане. Следом за ним вместе с инструктором решила попробовать и его спутница. Но полет оказался последним. Что стало причиной, выясняют следователи. По результатам их проверки будет принято процессуальное решение. Их считают пережитком 90-х, а они по-прежнему живее живых. Бомбилы стоят практически на каждых улицах курорта. Ни полицейские рейды, ни жесткая конкуренция их не пугает. А вот пассажирам, которые решаются на поездку с такими таксистами, все-таки нужно подумать о своей безопасности. Порой можно только догадываться, в каком состоянии автомобиля и сам водитель. Но, как показывает практика, предложение будет существовать до тех пор, пока на него есть спрос. И в Сочи его настолько много, что представители таксомоторного общества обратились за помощью к общественному движению «Стоп-нелегал». Продолжит Татьяна Говоркова. Заказали автомобиль и включили камеру на телефоне. Так действуют представители межрегионального общественного движения «Стоп-нелегал». Опровергнуть видеозапись не получится, а вот отвечать перед законом придется. Осуществление пассажирских перевозок без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым автомобильным транспортом по действующему законодательству влечет наложение штрафа от 50 тысяч рублей при повторном нарушении вплоть до изъятия автомобиля. 69-й закон работает с 2011 года, но кардинальных перемен в сфере такси до сих пор не произошло. Бомбилы активно работают не только в Сочи, но и в других регионах. На них жалуются пассажиры, а легальные перевозчики уже объявили им войну. С гробом на крыше автомобиля и надписями «Легальное такси убили» в мае этого года тысячу километров проехал председатель профсоюза таксистов Йошкар-Алы. Таким образом, Сергей Курташкин пытался обратить внимание властей на проблемы этой отрасли, что закон о такси не работает. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем, имея лицензию, больше подвержен риску попасть на штраф, чем обычный бомбилонелегал, который не платит ни налоги, не имеет лицензии, не проходит ни медиков, ни механиков». Слишком много пробелов в документе, говорят и общественники, и полицейские. Так, например, согласно поправкам в законе, штрафовать бомбил сотрудники госавтоинспекции должны, но в правилах дорожного движения необходимость предъявления разрешительных документов на перевозку пассажиров никак не зафиксирована. Да и на оформление только одного нелегала уходит до пяти часов. Проблему создают также сетевые компании и агрегаторы. «Они дистанцируются от ответственности за перевозку пассажира, декларируя, что совершают только посредническую деятельность, стыкуя перевозчика и стыкуя пассажира». Чтобы заказать такси, достаточно нескольких кликов в мобильном приложении. Но и здесь может быть засада. Пример работы с агрегаторами был зафиксирован в ходе рейда. «В какой компании заказывали?» «В Яндекс.Такси». «В Яндекс.Такси». «Вы работаете в Яндекс.Такси?» «Нет, я вообще говорю, у меня нет таксиста». «А как эти люди оказались? Они говорят, что заказали такси?» «Вечно просто ехал, люди попросили подвезти подвез. «Мы путаемся. Вы только что говорили, что это ваши знакомые». «Не таксисты. Еще раз вопрос. На рынок таксомоторного бизнеса выходит кто угодно. А здесь можно увидеть и машины других регионов и даже государств. Причем за комфорт и безопасность перевозки, как говорят диспетчеры, они не отвечают. Но согласно 259-му уставу автомобильного транспорта, тот, кто принял заказ, несет полную ответственность. Причина в том, что пассажиры, получившие некачественную услугу, не решаются идти в суд и добиваться справедливости. Представители общественного движения «Стопнелегал» готовы не только рейды проводить, но и давать дистанционно консультации. В Сочи их работа проводится по просьбе властей города и сообщества таксистов курорта. И это только первый шаг в совместных действиях по исключению водителей-нелегалов. Власти Сочи уже инициируют через краевых парламентариях внесение изменений в федеральный закон по ужесточению наказания нелегальных перевозчиков. В Сочи появится «Маяк мечты». Арт-объект высотой более 7 метров планируется возвести на улице Новогинска. Это временная конструкция, одна из составляющих нового праздничного оформления курорта. В этом году департаментом дизайна предложена морская тематика. Накануне в мэрии прошло совещание с предпринимателями. У моря в Сочи этой концепции посвятят художественное оформление курорта ко дню города и Новому году. Улицы, магазины и учреждения украсят морские элементы. Дельфины, ледяные медузы, ракушки, лилии. На Новогинской, например, появится 7-метровый маяк. В темное время суток он будет освещать городской променад. Основной упор в оформлении предприниматели должны сделать на входные группы. Украсят и существующие элементы городской среды, а также ограждения и деревья. Самое главное, чтобы никто не остался в стороне и принял участие в том, чтобы наш город выглядел красочно, уютно, красиво, как говорят сегодня, креативно, современно, чтобы было понимание того, что Сочи является лучшим городом не только в Российской Федерации, но уже становится одним из самых привлекательных туристических центров мира. Принято решение провести ревизию городского хозяйства с предприятием Сочи Свет и взять все световые конструкции на баланс муниципалитета. Для этого создадут специальную программу по содержанию архитектурных композиций. Обсудили на совещании вопрос санитарного состояния курорта. Мугдин Чермит отметил, что система уборки наладилась благодаря активной работе городских управлений и департаментов. В Сочи состоялась профилактическая акция «Тебе жить». Она стала очередным способом привлечения внимания к проблеме наркомании в молодежной среде. Эти манекены на Новогинской изображают жизнь людей. К каждому прикреплена табличка с информацией о человеке, который ушел из жизни из-за употребления наркотиков. Здесь указаны имя, возраст и причина смерти. Вот, к примеру, история сочинки Светланы. В свои 22 года она отравилась наркотиками, а мечтала стать дизайнером. 25-летняя Марина умерла от передозировки. У нее осталась двухгодовалая дочь. Организаторы предлагали прохожим поддержать акцию «Тебе жить» – сделать селфи на фоне инсталляции. Фото нужно было выложить в любую соцсеть с хэштегом «Тебе жить». Такая акция, которая обязательно привлекает внимание. И я думаю, об этом надо говорить, чтобы молодежь знала и знала, что это зло. В Сочи, отмечают специалисты, все еще регистрируются случаи смертности по причине наркотиков. Интоксикация, передозировка. И все чаще молодежь гибнет, употребляя современный синтетический наркотик «Спайс». Каждый день, практически каждый день, скорая медицинская помощь доставляет больницы людей с острыми интоксикациями. Это касается, конечно, не только Сочи, в принципе, проблем обо всей стране, но зачастую молодежь не задумывается над последствиями. И хотелось бы таким образом, так сказать, красноречиво достучаться до сознания молодых людей, чтобы люди осознавали, как легко потерять самое дорогое, что дается нам эта жизнь. Манекены с черными шарами были установлены от площади флага до поющих фонтанов. Завершил же инсталляцию манекен с белым шаром и пустой табличкой «Все просто. Тебе жить». Чемпионат Южного федерального округа в классе моделей F2D и финал Кубка Евразии по авиамоделизму состоялись в эти выходные на базе спорткомплекса «Источник». В турнирах приняли участие 50 команд из различных регионов России. Поприветствовать участников соревнований по авиамодельному спорту пришли десантники клуба ВДВ «Патриоты России», а также воспитанники станции юных техников, которые подготовили специальную выставку своих роботов. Затем пилоты и конструкторы модельной техники начали готовиться к старту. Мастерство пилота, во-первых, нужно обязательно. Значит, модель должна быть маневренная, верткая. Ну и хорошо, чтобы управлялась пилотом. Поэтому, если она будет хорошо управляться, не будет зависать никак. Изготовлены модели из легкого дерева, обтянутого тонкой пленкой. Весит 250 граммов с небольшим мотором уже все 400. Скорость развивает до 150 км в час, поэтому все пилоты, конечно же, в шлемах. В соревнованиях участвовали 25 экипажей из 11 регионов России. Соревновались в классе «Воздушный бой». Он длится традиционно 4 минуты. Данный «Воздушный бой» – это один из классов в авиамоделизме. Он называется «Ф2Д» правильно, «Воздушные бои». Смысл заключается в чем? К модели самолета прикрепляется лента 3 метра. Два участника пытаются эту ленту друг у друга перерубить. Чем больше отрубов, тем больше очков. Самый первый бой выиграл Дмитрий Ведерников из Екатеринбурга. Он опередил сочинцы, сделал два отрыва ленты, а соперник не одного. Впереди у спортсмена еще 8 туров. Сложно. Во-первых, скорость полета моделей большая. Сложно реагировать на изменения ситуации. Ну и яркое солнце слепит довольно-таки. Иногда видимость пропадает. Лучшими моделистами по итогам соревнований и в юношеских турнирах, и во взрослых стала семья из Тюмени. Это сын и отец Константин и Максим Поповы. В командном зачете впереди Тюмень, следом Свердловская область и Москва. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Кубок Черноморского побережья под таким названием «Сочи» прошел открытый турнир города Сочи под Хаквандой ТФ. Он проводится в 14-й раз в рамках открытого чемпионата и первенства Южного федерального округа России. С каждым годом число участников открытого чемпионата и первенства Южного федерального округа под Хаквандо становится больше. В этот раз представлены практически все районы Краснодарского края – Волгоград, Москва, Дыгей, Крым, Абхазия и даже Узбекистан. Во время торжественного открытия соревнований сочинские хаквандисты продемонстрировали свои спортивные возможности. В течение двух дней проводились спарринги одновременно на нескольких площадках. На улице сейчас строят очень много детских городков, силовых, где они могут и подтягиваться, и отжиматься и так далее. То есть это хорошо. Ну а мы уже привлекаем, у нас вид спорта довольно развитый. У нас в 50 регионах развивается Тайкондо наша, России. И занимаются у нас порядка 40 тысяч детей по стране. В этом виде спорта Юг России представлен достойно. Наши ребята попадают даже в сборную страны. А начинается все в занятиях в небольших секциях. В Сочи, например, уже в двух специализированных спортивных школах открыто отделение Тайкондо. Эти соревнования всегда являются у нас как стартом к более серьезным соревнованиям. Потому что уже на следующей неделе мы уже едем в сборную команды от города Сочи на Кубок России в городе Екатеринбург. Общее число участников открытого чемпионата около 400 человек. Сто из них спортсмены нашего города. Это лучшие тхэквондисты Сочи. Вообще занимаются этим видом спорта более тысячи жителей курорта. В последнее время в городе Сочи все больше и больше проходит соревнования этого вида спорта. Большое спасибо как Краевой, так и Всероссийской Федерации Тайкондо. И в марте мы будем принимать чемпионат России здесь, в городе Сочи, именно здесь, в Югспорте. Ну а победителями в общекомандном зачете стала команда города Сочи. Елена Овсицын, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от наших партнеров. Стоматологическая клиника Валиденталь проводит акцию от производителя брекет-системы. Справление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-57-07. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.